Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Добро пожаловать! Мы так рады, что вы сегодня с нами на программе «Иисус Целитель». Мы уже несколько эпизодов делимся очень важными местами Писания об исцелении. Мы назвали это «Школой исцеления», потому что мы погружаемся в чудеса исцеления, произошедшие во время земного служения Иисуса. Мы приходим с ожиданием во что-то поверить, с ожиданием что-то получить. И мы призываем вас, смотря эту передачу, ожидайте что-то получить, ожидайте перемен, высвобождайте свою веру в то Слово, которое вы сегодня услышите. Знаете, Слово говорит нам, что Иисус ходил повсюду, уча, проповедуя и исцеляя. И нам стоит обратить особое внимание на то, как Иисус служил исцелением, потому что Он хочет, чтобы мы акцентировали это в Своей жизни и служении. Сегодня, когда вы слушаете учение, это такое же дело Иисуса. Дела Иисуса – это учение, проповедь и исцеление. И вы можете получить свое чудо, просто слушая учение Слова. Мы собрались с некоторыми друзьями в домашней обстановке, чтобы вместе учиться. Возьмите Библию, бумагу и ручку и присоединяйтесь к нам. В предыдущем эпизоде мы начали читать о женщине, которая исцелилась от кровотечения. И мы хотим снова прочитать это место Писания, чтобы немного напомнить его вам. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его. И усильно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Итак, мы видим, что 12 лет она страдала от этого заболевания, постоянно теряя кровь. Вы можете себе представить, насколько слабой она была при таком тяжелом заболевании. А по еврейскому закону, любому человеку с кровотечением нельзя было находиться в обществе. Он должен был оставаться дома, должен был быть изолирован. Начальник синагоги мог вынести ей приговор. И во исполнение приговора ее могли побить камнями. Поэтому, находясь на людях, она рисковала жизнью, просто чтобы найти Иисуса. И понятно, почему она не спешила признаться, когда Иисус спросил, кто прикоснулся ко мне. Не потому, что она не верила, а потому, что знала, что находится среди людей, где ей не позволено быть. Более того, Иаир, начальник синагоги, стоял рядом с Иисусом. Именно поэтому мы прочитали весь этот отрывок, чтобы увидеть полную картину. Начальник синагоги мог, узнав ее, сказать, ей нельзя быть на людях и вынести ей приговор. Вот почему она была в страхе. Она не боялась Иисуса. Она боялась, потому что нарушила еврейский закон. И человек, который мог вынести ей приговор, сопровождал Иисуса в тот день. Именно поэтому она не спешила признаться и засвидетельствовать о том, что она получила. 26 стих. Она много потерпела от многих врачей и истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. 12 лет хождения по врачам. 12 лет, пока у нее не закончились деньги. Выглядит, что изначально у нее было много денег, потому что она смогла обратиться не просто к одному врачу, но ко многим врачам. Мы видим женщину, которая не мирилась с болезнью. Она не соглашалась быть больной. Она постоянно стремилась найти помощь. Именно так ведет себя Вера. Вера не соглашается с тем, с чем не должна. Аминь. Итак, она обращалась ко многим врачам, и тут сказано, что она претерпела много страданий от многих врачей. Ну, врачи не были плохими людьми. Они не были ее врагами. Они пытались ей помочь, но по сути не знали, как ей помочь. Они не знали, как ее вылечить. А потому пробовали одно лечение за другим, и эти лечения принесли ей множество страданий вдобавок к ее заболеванию. В 27 стихе она обрела надежду, услышав об Иисусе. Ничто так не приносит надежду, как знание того, что Иисус может сделать для вас. Она услышала об Иисусе. Она не видела Иисуса. Она не слышала ни одной его проповеди. Она просто услышала чей-то рассказ. Нам важно рассказывать, что Иисус сделал для нас. Кто-то, кто нуждается в чуде, может услышать ваши слова. Она смогла получить свое чудо, потому что кто-то рассказал о своем. Кто-то рассказал ей об Иисусе. Кто-то рассказал. Должно быть, ей сказали, что Он целитель, потому что именно за этим она и отправилась к Нему. Услышав рассказы, она не просто сказала, «Я рада за этих людей». Она услышала и поверила. Она выбрала поверить. Приходя в церковь, читая Библию, слыша свидетельства, основанные на слове, выберите поверить. Потому что, слыша что-то, вы встаете перед выбором, поверить или не поверить. Выберите поверить тому, что соответствует слову. Итак, услышав об Иисусе, она подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его. Отсюда мы понимаем, что она услышала. Она услышала что-то о Его одежде. Она услышала рассказ о том, как кто-то исцелился, просто прикоснувшись к Его одежде. Человеку не пришлось касаться самого Иисуса, а просто того, во что Он был одет. Почему? Потому что Иисус был пропитан силой Божьей, и Его одежда тоже Ее впитала. И люди исцелялись, просто прикоснувшись к этой одежде в вере. Позвольте сказать, не просто Его одежда исцеляла их. Не просто помазание на одежде исцеляло их. Им нужно было высвободить веру, подключить свою веру к этой силе. К силе необходимо присоединить веру, иначе она ничего не произведет в вашей жизни. У многих из вас есть машины. Но просто наличие машины перед домом или на стоянке не значит, что вы куда-то поедете. У машины есть потенциальная сила. Но вам нужно повернуть ключ. Вам нужно нажать кнопку зажигания этой силы. Точно так же у Иисуса была сила. Он был носителем этой силы. Но сила сама по себе не работает. Кому-то нужно ее зажечь. Вера зажигает силу и заставляет ее течь в направлении человека. Так и поступила эта женщина. Она выбрала верить, что из Иисуса течет сила, и что она может принять ее для своей ситуации. Аминь. Ей было бы легко остаться дома. Было бы легко просто остаться в кровати и грустить о жизни и обо всех страданиях. Но нет. Она выбрала верить. И выбрав верить, вы будете готовы терпеть неудобства. Вы встанете и переступите через то, что говорит вам ваше тело. Она встала, она оделась, она вышла из дома. Она рисковала своей жизнью, находясь на людях. Ее вера не позволила ей остаться в кровати. Ее вера не позволила ей остаться дома. Ваша вера заставит вас простираться вперед. Аминь. Вы будете пробиваться. И в 28-м стихе мы видим очень важный принцип действия закона веры. Ибо она постоянно говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Она не видела никаких изменений в своем теле. Она никогда лично не видела исцеления через служение Иисуса. Она только слышала об этом. Но какая вера была у этой женщины? Вера говорит о том, во что вы верите, прежде чем это произойдет. И именно это мы видим в 28-м стихе. Она постоянно говорила. Она не просто сказала это однажды. Она постоянно говорила. Когда приходили мысли повернуть назад и пойти домой, «Ты слишком слаба для таких походов. Ты слишком слаба, чтобы пробиться сквозь тысячи людей». Она не переставала говорить себе самой. «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Именно это помогало ей идти дальше, тогда как другие люди даже не выходили из дома ради него. «Эта женщина исповедовала свою веру». Как приходит вера? Вера не приходит через молитву. Я говорю вам, вера не приходит через молитву. Многие люди молятся, чтобы Бог дал им веру. Не так вера приходит. Слово говорит нам, вера от слышания. А слышание от Слова Божия. Итак, она услышала свидетельство об Иисусе. Она услышала о Нем. И когда она услышала, пришла вера. Этого было достаточно, чтобы она встала и вышла из дома. Аминь. Вера приходит от слышания. Но здесь важно кое-что понять. Предположим, соседка пришла и рассказала ей. Мы не знаем, кто ей рассказал, но кто-то пришел и рассказал. Итак, скажем, соседка пришла и рассказала ей. И женщина ответила бы, «О, я в это верю. Я верю, что люди исцелились, прикоснувшись к одежде Иисуса». И просто осталось бы сидеть дома. Вы можете верить и сидеть дома и ничего не получить. Но за библейской верой следуют действия. Она встала. Она вышла из дома. Она отправилась его искать. Вы скажете, «Ну, пастор Нэнси, Иисус же больше не на земле». Нет, но ваш пастор здесь. Есть пастор по местной церкви, который проповедует Слово. Встаньте, оденьтесь, идите в церковь. Аминь. Не просто верьте во что-то. Встаньте и действуйте в соответствии с тем, во что вы верите. Почему? Вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Я повторю. Вера приходит от слышания Слова, но вера не высвобождается через слышание. Когда у людей есть нужда, они начинают слушать Слово. Например, какую-то проповедь в интернете, или запись какого-то собрания на компакт-диске, какое-то аудио. И они слушают и слушают. Вы можете слушать днями и неделями и месяцами. Но если вы не будете действовать, неважно, что у вас есть вера, она вам ничего не даст. Вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Чтобы вера принесла вам пользу, ее нужно высвободить. А значит, вам нужно действовать согласно тому, что вы услышали. Эта женщина услышала, что Иисус – целитель. И она встала и вышла из дома. Она сделала что-то согласно тому, во что она верила. Итак, вера приходит от слышания, но вера не высвобождается через слышание. Вера высвобождается тем, что вы говорите, и тем, что вы делаете. Эта женщина применила и то, и другое. Она что-то говорила и что-то делала. Она постоянно говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Когда я служу людям на молитве за исцеление в церкви, я прошу их что-то сказать, прежде чем я возложу на них руки. Почему? Мне достаточно того, что у них есть вера. Им нужно ее высвободить. Так что прежде чем возложить на них руки, я прошу их сказать, я верю в силу Божью. Когда на меня возложат руки, Божье исцеляющее помазание войдет в меня и прогонит боль, симптомы, болезни и немощи, и я буду здоров. Почему? Вера высвобождается через то, что вы говорите. Если можно так выразиться, вера создает посадочную площадку, чтобы сила Божья могла приземлиться туда, где она вам необходима. Поэтому я прошу людей что-то сказать. У людей может быть вера в то, что Бог их исцелит, но если они никогда этого не скажут, это не произойдет. Веру нужно высвободить словами и делами. Это мы здесь и видим. И на мой взгляд, важно кое-что отметить в 28 стихе. «Ибо она постоянно говорила». Кому она это говорила? Себе. Разговаривайте с собой. Исповедуйте веру самим себе. Говорите слова веры самим себе. Много изучая тему веры, мы научились совершать правильное исповедание. Говорить, провозглашать слово. Но иногда люди умеют делать правильное исповедание лишь перед другими. А что вы говорите дома самим себе? То, что вы говорите самим себе, настолько же важно, как и то, что вы говорите другим. Нельзя говорить правильные вещи другим, вашему пастору, лидерам вашей церкви, а потом идти домой и самим волноваться. Аминь. Важно, что вы говорите себе. Настолько же важно, как то, что вы говорите другим. Нельзя говорить слова веры другим, а потом самим вынашивать мысли сомнения и при этом рассчитывать на крепкую веру. Аминь. Двадцать девятый стих. И тотчас иссяк у ней источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. Итак, сила исцеления была ощутимой. Она ее почувствовала. Заметьте, она говорила что-то прежде, чем что-либо почувствовала. Это божественный порядок веры. Нужно говорить что-то, а потом вы почувствуете какие-то перемены. Многие хотят сначала почувствовать какие-то перемены, а уже потом говорить что-то. Но мы видим в этой ситуации, что она сначала что-то говорила. И поскольку она говорила правильные вещи, она ощутила правильные вещи. Аминь. Заметьте, сперва она говорила то, во что верила. Иногда сила Божья ощутима. Иногда ее можно почувствовать, ощутить. Но иногда она неосезаема. Во что вы будете верить? Многие люди говорят, я что-то почувствовал, так что я верю, что Бог что-то совершил. Мы верим не потому, что мы что-то чувствуем. Мы верим, потому что Слово что-то говорит. Аминь. Потому что силу Божью можно почувствовать, а можно и не почувствовать. Нужно это понимать. Силу Божью можно почувствовать, но также можно и не почувствовать. Но то, что она неощутима, не значит, что она менее сильна. Аминь. Я недавно была у зубного. Вы когда-нибудь были у зубного, да? У зубного делают рентген, чтобы знать, как вас лечить. Врач приходит, готовит вас к рентгену, накрывает большим тяжелым фартуком, а сам выходит из помещения. Выходит, нажимает кнопку, и вы слышите «бззззз». Вы слышите, но вы ничего не чувствуете. Затем врач возвращается. Зачем он уходил? Вы же ничего не почувствовали. Почему он вышел? Потому что неосязаемая сила проходила по этому помещению. И врачу нельзя весь день находиться там, где нажимают кнопку для пациента за пациентом, клиента за клиентом, и получать силу, которую он не чувствует. Аминь. Это радиация. Получив небольшую дозу радиации, вы ее не почувствуете, но это все равно сила, и она все равно действует. И через несколько минут врач может показать вам рентген, фотографию, которая сделана при помощи этой силы. Так? Так. Так что неважно, чувствуете ли вы силу или нет, то, во что вы верите, определяет, получите вы что-то или нет. Не то, что вы чувствуете, а во что вы верите. Аминь. Нашему духовному отцу, Кеннету Хегену, Иисус однажды сказал, В каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного. Вы спросите, почему это так? Потому что Дух Святой присутствует. Дух Святой – это сила Божья. Он везде. Он присутствует на земле. В день Пятидесятницы, о котором записано во второй главе Деяний, Дух Святой сошел и сделал землю местом своего обитания. Он поселился в теле Христа. В нас. И поскольку Он присутствует, сила присутствует. Поэтому Иисус сказал, сила присутствует в каждой комнате, в каждой больничной палате. Но Он назвал два условия. Он сказал, в каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного. Но, во-первых, Он должен знать, что она там присутствует, а во-вторых, привести ее в действие. Вы скажете, я хочу, чтобы Бог мне помог. Он уже это сделал. Прямо в вашей комнате есть сила, чтобы вам помочь. Теперь ваше дело – привести ее в действие. Вам нужно верить, что она присутствует и привести ее в действие. Именно так поступила эта женщина. Она верила, что в одежде Иисуса была сила, и она привела ее в действие. Вам даже не нужно вставать и идти касаться чьей-то одежды. Сила в атмосфере вокруг вас. Сила присутствует в каждой комнате. И если вы рождены свыше, в вас присутствует достаточно силы, чтобы вас исцелить. Почему? Потому что целитель вас. Поэтому сила в вас. Если, зная это, вы высвободите свою веру, сила потечет. Чувствуете ли вы ее или нет? И она может вас исцелить. И не просто скажите это один раз. Эта женщина постоянно говорила, «У вас есть право сказать, исцеляющая сила Божья во мне, потому что во мне тот, кто больше. Я верю, что эта сила течет прямо сейчас и исцеляет мое тело от головы до пят». И тут вы чувствуете боль в ноге и говорите, «Нет, я верю». Видите? Нужно продолжать говорить то, во что вы верите, что бы вы ни чувствовали. Вы можете чувствовать симптомы и никогда не чувствовать силу. Во что вы будете верить? Мы верим не на основании своих чувств. Мы верим на основании того, что говорит Слово. Аминь. Аллилуйя. Много лет назад, когда родился мой сын, и ему было всего около трех недель, его дыхание стал сопровождать шум в легких. Я отвезла его к врачу, и врач сказал, ему немедленно нужно в больницу. Он его госпитализировал. Мой муж был в отъезде, проповедовал, и я была одна в больничной палате с ребенком. Я взяла ребенка из кроватки и села с ним в кресло-качалку. Приходила медсестра и сказала, врач придет только через час, он еще занят. Нам сказали не давать ребенку никаких лекарств, чтобы не изменить его симптомы. Врачу нужно увидеть симптомы, чтобы он мог поставить диагноз. Нам нельзя изменять симптомы. И вот в следующий час в палате была только я с ребенком. И я взяла его на руки, села в кресло-качалку и напомнила Иисусу о том, что он сказал моему духовному отцу. Я сказала, Иисус, ты сказал папе Хеггену, что в каждой комнате и больничной палате достаточно силы, чтобы исцелить больного. И я в это верю. И ты сказал, что нужно лишь знать, что она присутствует. Я знаю, что она присутствует, потому что ты это сказал. Не потому, что я это чувствую, но потому, что ты это сказал. Так что я верю, что она присутствует. И ты сказал, что нужно привести ее в действие. Так что я привожу ее в действие своими словами. Ваши слова активируют силу Божью. Ваши слова активируют ваше чудо, активируют ваше исцеление. И я сказала, я верю, что сила действует в нем с головы до пят. Я не знала, что это была за болезнь. Я не знала, что вызвало эти симптомы. Но мне не нужно было это знать, чтобы верить. Так что я сказала, я верю, что сила действует в нем с головы до пят. И потом я где-то полминуты помолилась своими словами. А все остальное время я просто сидела и поклонялась. Почему? Чтобы не дать своему уму забрести в негативные мысли. Так что я продолжала поклоняться. Почему? Потому что это поток веры. Так можно соблюсти себя в потоке веры. Поклонение Богу удерживает вас в потоке веры. Остаток часа я только это и делала. Сидела и поклонялась Богу. И по прошествии часа пришел врач, провел необходимое обследование, вернулся и сказал, с этим ребенком все в порядке, можете везти его домой. Ну, я ничего не чувствовала, но я получила результат. Аминь. Сила Божья совершила работу. Я говорю, сила Божья совершила работу. Я говорю, сила Божья совершила работу. 30 стих. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал, кто прикоснулся к моей одежде? И ученики укорили его. Тебя теснит толпа, а ты задаешь такой неконкретный вопрос. Кто прикоснулся ко мне? Да вся толпа тебя касается. Видите ли, для тех, кто не высвободил веру, это звучало неконкретно. Но для той, которая высвободила веру, это было вполне конкретно. Я коснулась его. Заметьте, больше никто не засвидетельствовал об исцелении. Они касались его, но ничего не получили. Почему? Не прикосновение к Иисусу исцеляло, а высвобождение веры при прикосновении к Иисусу. И из этого множества только она одна могла сказать, я высвободила веру, я что-то получила. Аминь. Она подошла и засвидетельствовала. И тогда Иисус объяснил ей, как сохранить полученное исцеление. 34 стих. И Он сказал ей, дочь, твоя вера восстановила твое здоровье. Заметьте, Он не сказал «Моя сила», Он сказал «Твоя вера». Действовала ли Его сила? Да, но именно ее вера активировала силу. Так что вера и сила действовали вместе. И Он сказал ей, как это сохранить? «Иди в мире и будь постоянно исцелена и свободна от твоей мучительной телесной болезни». Тут стоит задуматься, не открыла ли она дверь для болезни, потеряв мир. Как можно потерять мир? Через страх, беспокойство, сомнения. Так что Он сказал ей, защищай свой мир. Почему? Потому что, храня мир, мы сохраняем здоровье. Беспокоясь, мы открываем дверь для атак дьявола. Но, пребывая в мире, я отказываюсь волноваться, я отказываюсь быть в страхе. Мы держим закрытую дверь для дьявола, и он не может украсть у нас здоровье. Послушайте, дьявол старается отнять исцеление. Не позвольте ему это сделать. Пребывайте в мире. Не поддавайтесь страху, беспокойству. Иисус сказал ей, как удержать полученное исцеление. Аминь. Мир принадлежит нам. Откажитесь бояться, откажитесь беспокоиться, потому что вам принадлежит сила Божья. Аллилуйя! Аллилуйя! Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Субтитры создавал DimaTorzok